Я вот так сейчас подумал, друзья, все-таки в NFS Undaunt действительно происходят интересные вещи. Вот вроде ты начинаешь серию на полном позитиве, предвкушаешь эти напряженные гонки, новые тачки, новый тюнинг, мечтаешь заработать как можно больше денег за серию, но ты не знаешь, как эта серия закончится. Я боюсь представить, что могло бы быть. Давайте я не хочу настраивать себя сразу на какой-то негатив, что меня там поймают или еще что-то, но все-таки, да, вот позитив сейчас, а как закончится эта серия? Мы просто будем верить в то, что все у нас сегодня получится. Здарова, здорово, дорогие друзья, и это уже 29-я серия по прохождению NFS Undaunt. Я не скажу, что все затянулось, меня лично все устраивает, я кайфую от этой игры, наслаждаюсь, у нас появляются новые машины, мы что-то дорабатываем, что-то придумываем, какие-то планы строим, и все очень даже неплохо. Мне понадобилось, наверное, серии 15, если не 20, чтобы вообще понять эту игру, чтобы войти, вот, почувствовать весь этот вкус, и сейчас я лично очень сильно наслаждаюсь, друзья, надеюсь, что вы тоже наслаждаетесь, если это так, то поддержите, пожалуйста, лайком эту серию, вам несложно, мне приятно. Серии продолжают выходить каждый день, я надеюсь, так и будет продолжаться, в общем, до самого конца, а у нас четверг и ночь, друзья. Пятый уровень розыска, очень интересные события сегодня у нас намечаются, потому что мы можем как заработать неплохую сумму, так еще и выиграть два автомобиля. Такого еще не было. Без лишних слов, друзья, я надеюсь, вкусняшку, вот, ну, еще раз, вот, просто, вот, зафиксирую. Всем приятного аппетита, ну, куша. Всем приятного просмотра, я предлагаю начать с, да, вообще, на самом деле, подождите, а тут у нас везде S сегодня, да? У нас сегодня, ой, трудяга, Мерс, у нас сегодня будет просто, ну, с другой стороны, знаете, я чувствую себя в некой безопасности, потому что, ну, потому что Мерс быстрый, Мерс может, его труднее обнаружить, и я надеюсь, что у нас все будет складываться. Так, проверяем сразу, насколько у нас Хенлик, 10%, все нормально, и едем. Эй, вау, а, как ты делаешь, мэн? А, мужик, ты че звонишь мне? Да все в порядке, слушай, тут ходят слова на улице, я завтра работаю. Не, слушай, мужичок, ты, я не понял, приезжай просто на мою локацию, бля, без лишних слов, мужичок, бля. Есть работа. Ладно, ладно, все, сейчас буду. А Сапроки позвонил. Ну, это тот самый, который, я так понял, ну, под которого я пытался косить. Ой, бля, я не туда поехал. Понял, сейчас, сейчас, сейчас. Я, 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 я бы с радостью, друзья, переводил, но когда ночи пятый уровень розыска, я боюсь сейчас что-нибудь не то нажать, что-нибудь вот лишний раз погоню начать, поэтому давайте мы все-таки... Так, подожди, это уже интересно, ты понимаешь? Нам еще Асапроки-то, это самое, не связывался с нами. Причем мы не могли согласиться или нет, тут по факту просто типа, 12 тысяч, приезжай. Все, ну, как бы, инфы больше никакой. Пацаны. Ну, это уже успех, наверное, получается. Он же типа тут какой-то крутой в этой... Кто меня спалил? Там копы были. Ебать, опасно, там копы были. Прикинь, я даже не заметил. Я, кажется, обогнал копов, я думал, все под контролем, оказывается, нихрена не под контролем. Так, аккуратно, аккуратно, не туда, не туда, не туда, не туда. И вот сейчас нитро такое, бах, блядь, и ускорение. Слушай, а что там такое-то? Что там он меня ждет? А почему исчезла табличка? Это сверху слева, снизу, сверху. Почему она исчезла? Это нормально? Не, мы вроде как едем на место. Нет, все под контролем, просто... А там вертушка, блядь. Дежурит просто около... Это какая-то облава, блядь, или чё? Блядь. Он сейчас мог меня спалить. Я чё за облава-то, я не помню. А, это реально он на 190-ке. А чё такое, чё надо сделать-то? Фига себе, братишка меня набрал такой, типа, ну, бля, приезжай. Причём, он даже не спросил. На его тачке! Ё. Мог бы Сатен предложить так-то, если уж надо пошло. 12 тысяч, это как бы, ну, ни о чём, мне кажется, да? Ребят, ну чё, мне кажется, с нашим... Так, понял, старт у нас не удался. Я ничего не хочу говорить, но, по-моему, наш дагестанский 190-к... Сейчас посмотрим. Ну, вроде едет. Вроде едет, пацаны. Вроде едет уже неплохо. Так, подожди, я хочу просто посмотреть на него. Слушай, ну да. Ну да. Бабок он в него вбухал, видимо, много. If, now... Then... When... А, игра слов, типа... Ну, окей. Я просто так предполагаю... Это же тачка с обложки, как бы, и я думал, это главный какой-то босс будет, или он кто вообще? Ну, типа, он же тут, типа, крутой гонщик. Я так понимаю. А тут он нам доверил машину, хотя это далеко ещё не конец игры. Ага, люди... Подожди, да как я буду переводить-то, если я еду? Слушай, нормально у него настроен-то 190-к. Он какого класса? С-плюс? Слушай, я за экологию. Это было нелегко. Ты понимаешь? Я сказал. Это нормально, если кто-то всё время приходит, и не важно, что это означает. Люди такие суперстранные. Я хотел бы тебя предупредить. Либо дерьмо, либо сон. Либо ничего. Это больше, чем ничего. Просто сделай так, чтобы люди чувствовали в тебе рентабельность. Блять. Ну как читать-то? И как ехать, блять? У меня же вы на время. Чё я творю, нахуй? Чё я творю? У меня же на время, блять. Расслабился тут. Сижу с самим этим осапроки. Или как его? Правильно же, осапроки? С ним самим, прикиньте? С самим осапроки. С моднявым новым рэпером 2023. Охренеть. Кто бы мне сказал? Не поверил бы никогда. Через заправку даже проеду. Круасан возьму. Слушай, я не знаю. Мне кажется, это неловкая ситуация, потому что, я так понимаю, мой персонаж типа фанатеет по нему, да? И как бы он сейчас такой, типа, с главной звездой рэпа. А типа осапроки сейчас самый популярный рэпер? Или как это вообще получается? Ну я просто реально не знаю. Или просто, ну как бы, как так получилось-то всё. Я не знаю, что он говорит. Чё-то говорит про трату времени, денег, блять, и всё такое. Ой, я прекрасный мужик. Я за 29 серий понял, что надо делать. Поэтому, как бы, ты, конечно, можешь мне подсказывать сейчас что-то полезное, но я думаю, что мы справимся, как бы. А он типа сам, он что, выпил за рулём, типа, чтобы не ехать, да? Позвал, трезвого водителя вызвал. Походу, типа того. Ну ладно, поработаем немножечко на него. Я не знаю, друзья. Мне кажется, я не успею, потому что я реально что-то отлёгся, мне растерялся. Осапроки сам, прикиньте. Осапроки сам. Охренеть можно. Сам Ос... Тихо, тихо. Нет, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Я понимаю, что я криво-косо еду. Но, кстати, он бы мог, знаешь, мне как бы снисходительным быть ко мне. Он же типа великий гонщик, а я-то просто хуй впальду. Да-да-да, мужик, я аккуратен с твоей ласточкой. Всё нормально. А зачем вообще мы сюда едем? Слушай, я доехал, кстати, по-моему, на золото даже. Я, конечно, ехал криво-косо, но я хотя бы никуда не врезался. Это, по-моему... Охереть! Спасибо, Осапроки! Спасибо большое, братишка! 12 тысяч просто заработал. Ещё мы не могли отказаться, по-моему, насколько я понимаю. Чё делать-то надо? Дропроки офф. Выкинуть его из тачки надо? Ну, тачку пиздим! У него тачку сейчас пиздим, походу. Что? Дропроки офф. Типа надо его выкинуть куда-то. Я так понимаю, правильно? Это так переводится или что? Чё-то он говорит. Он, во-первых, звук игры сделает тише. Я понимаю, что у него сексуальный акцент, наверное, и типа звучит прекрасно. Не то, что мой голосок, но... Чё-чё-чё, слова... Очень многие люди, кто приехал сюда. Это... Большая разница. Мы сейчас едем не на время, ты понимаешь? Он, типа, сейчас проверку у меня устроил или чё? Я чё-то не... Мы доехали до одного места. Он со мной сидит, я так понимаю. Да-да-да, он со мной сидит. А ещё двенашку заплатишь за то, что обратно едем? Э! Я не соглашался, я даже не подписывался на это всё. Чё-то пиздит, пиздит. Чё-то говорит, говорит. Чё-то важное, походу. Но он такой парень-то, видно, непростой. Не то, что я. Я-то, блядь, как этот самый. Валенок, блядь. Чё-то я вообще ещё не понимаю. Куда его дропнуть надо? А-а-а! Подожди, он, походу, альбом выпускает. Это сейчас модное же слово. Дропать означает, типа, выпустить альбом какой-то. Типа, дроп... Я просто от своих школьников, ну, молодых команды, всё время слышу, типа, хотя бы кто-то дропнул альбом, типа, воскресенье, там, не воскресенье, что-то такое. По пятницам дроп какой-то. Раньше дроп только в пабге был, блядь. Или из кейсов, а сейчас уже дропают и альбомы. Блядь, походу, он сейчас дропнет альбом. Дроп означает, видимо, не выкинуть, а дропнуть в плане... А рок и офф, это что значит? Блядь, смотри, у него очень большой словарный запас. Очень... Надо же, сколько, смотри, километров мы уже едем, он всё это время разговаривает. То, что я разбил тачку, надеюсь, ничего страшного просто, как бы, тут ни времени, ничего вроде нет. Что он хочет от меня, я не понимаю. Он, он, как будто меня гипнотизирует. Я не хочу никакую секту гонщиков, я сам по себе гоняю нормально. Что он там затирает, интересно? Ребят, кто-нибудь переведите, походу, это важная инфа, потому что так много, блядь, ну, говорит на серьезных щах, это надо постараться, поэтому я думаю, что я какую-то сейчас важную суть, возможно, пропускаю. Что-то... Что-то он предлагает, короче. Что-то предлагает, и что мы... Что происходит, я не понимаю, что происходит? Мы куда-то его в одно место довезли, в другое. Я вообще не врубился. Я сейчас за двенашку таксистов, блядь, проработал, трезвым водителем. Чего за наглость, блядь? Что это такое? Это пиздец. Меня просто опрокинули жестко сейчас. Просто жестко опрокинули. Короче, ладно, я так понимаю, дружба ценой, блядь, халя... Ну, типа, я купил дружбу. Ну, типа, нет, я его подлезал. Я, типа, ему согласился просто это сделать, что теперь у меня есть его номер, он будет мне звонить, мы будем общаться, и, типа, мы кореша. Это так работает, типа. Кстати, какие у нас челленджи? Go for a drive with a VIP. А я сейчас, блядь, что, не с VIP-ом прокатился, блядь? Нормально, косарь где мой? Complete long job. Ну, это сложнее уже. И медвежонка надо где-то найти. Ну, да, челленджи такие. Хуевенькие, конечно. Конкурсы на эту ночь. Короче, ребят, очень срочно нужен, реально, перевод, потому что я просто не успевал читать. Вы знаете, я так дословно перевожу, стараюсь, как бы, да, чётенько, максимально. Но просто здесь, реально, ситуация не располагала, чтобы вчитываться. Нужно было там сначала на время ехать, потом вообще непонятно, уже я половину всего пропустил. Чё-то, короче, он от меня хотел. Опа, аккуратно, пожалуйста, не надо. Не надо так пугать, не надо. У меня стоит маячок отпугивающий. Я, правда, не знаю, как это... О! Скажи, медвежонок. Медвежонок! Хе-хе-хей! А чё, это работает, да? Ну, типа, я же не в погоне, но у меня розыск, это, там, смеш 10 бир. Почти здесь уже ещё... Ещё, ещё два осталось. Так. Мы почти приехали, друзья. Я не знаю, меня просто сейчас отвлекли на какое-то количество времени. За что, почему я, как бы, ничего... Не надо, не надо. Там коп, не надо, не надо, не надо, не надо. Я не хочу сейчас этим заниматься ещё рано. Мы ещё успеем от них погонять. Не надо. Мы просто едем по своим делам. Всё нормально. Всё хорошо. Едем к фестивалю. Тут вертушка кружит, но она меня не обнаружит. Ха-ха. Приехали. Да, друзья, я ничего не врубил. 12 тысяч заплатил, два места я его отвёз. Ну, это какой-то бред, конечно. Так, ну что? Стритрейс. 32 тысячи взнос. Опасно. 0 награда. То есть, либо... Ну, только вот с лириком. Блядь, если... Ну, это невозможно просрать. То есть, вы понимаете, сейчас, если я сейчас проигрываю, я даже не хочу об этом думать. У меня один рестарт есть, конечно. Я просто... Не имею права. Так, хороший старт – залог успеха. Это однозначно. Это однозначно. Так, медуза тоже может. Мы это знаем прекрасно. Так. Кстати, гонка, судя по всему, довольно короткая. Чисто гоночная. Ой, в смысле, чисто городская история. Текстуры, кстати, не прогрузились. Вот только сейчас прогрузились. Не знаю почему. Копим нитро. Быстро. Опасно. В стиле НФС, пацаны. Underground. О, блядь. Главное затормозить еще. Повезло. Ебать, вписался. Вот это да. Рассчитал так рассчитал. Так. Ну, я не думаю, что мне надо его куда-то сталкивать. Как бы понятно, что там дополнительно косарик выиграть приятно, но в целом у нас тут история немножко другая. 32 тысячи за гонку я еще ни разу не ставил. Почти все мои деньги, блядь. Оставшиеся. И при этом ноль, блядь, выиграешь. Ну, квадрофогли. Мне интересно. Это они типа, получается, каждый скидывается по 32? Нормальный бизнес, блядь. Покупают квадрофоглию. Один ее получает. Остальные... Кто зарабатывает на этом, интересно, а? Я вот об этом не подумал. 32 тысячи взнос? Куда ты лезешь? Ну, куда ты лезешь, а? Куда ты на своем белом коне лезешь? Не надо, принц. Не надо. Не трогай меня. Не трогай. Я, блядь, это самое. Я боюсь и так, нахуй. Одну ошибку допустил и все проебал, походу. Это очень опасная хуйня. Это очень опасная хуйня. Реально боюсь. Так, это, по-моему, сейчас у нас по прямику будет финиш. Главное, никуда не ушататься просто. И, как бы... Это вроде проще простого, с одной стороны. Но это только так кажется. Нитро. Он не догоняет, вроде, блядь. Все, 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 ребята. Мы это сделали, мы это сделали, мы это сделали! Да! 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 Фух, блядь. Ну, не то, что было прям напряженно, но, вы понимаете, одна ошибка. И что-то могло быть. Я не знаю. То есть, по факту, я сейчас купил, типа, квадрофоглию за тридцатку. Блядь, жалко остальных. Не знаю, насколько это было правильное решение. Но, ребят, мы это сделали и все. Уже все, назад дороги нет. Теперь вопрос. Вопрос. Значит, у нас две тысячи осталось. Надеюсь, оно того стоило. Потому что я не знаю, сколько стоит квадрофоглия на продажу, как бы. Теперь мы едем за другим автомобилем. Здесь взнос 32 тысячи. Но здесь хотя бы можно выиграть. То есть, плюс 8 уйти и, соответственно, Hellcat. И Hellcat звучит, между прочим, очень интересно. Мне кажется, в случае чего, это будет такая неплохая база для тачки S+. Прикиньте. Все там на супергиперкарах будут, а мы Hellcat сделаем такой, что просто пиздец. Тем более, у нас, кроме Ford Crown Victoria, американцев не было. А вот и идея подъехала неплохая, мне кажется. А? Так, отлично. Эту прошли штучку. 1500. Но приятно все равно. Опасно. Опасно. Еще, если бы не вписался и врезался, сейчас бы, скорее всего, за жопу бы меня схватили копы. Так, вертушка нам не страшна. Не, вот эта штука все равно очень-очень крутая. Типа, более долгое обнаруживание. Это прям вообще тема. Смотри, то есть я еду относительно беспроблемно. Конечно, C-шка еще и быстрая, но прям это, мне кажется, для S+, я тоже куплю эту штуку. Потому что копы не копы, пятый уровень не пятый. Я как бы спокойно передвигаюсь. Вообще мне никто ничего не мешает, никто ничего не говорит. И все у меня отлично. Так, ну сейчас, друзья, тейк-овер на Мерседесе, значит. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я надеюсь, что все получится. Все будет замечательно. И не надо тратить рестарт. У нас там еще одно кое-что потненькое намечается. Так, значит, настраиваем, соответственно, на дрифт. В тейк-овере, как бы, он тоже важен. Но, блин, я не хочу вспоминать то, что было вчера в дрифте. Это, конечно, полный пиздец. Этот дрифт по траве. Так, ну что? Можем выиграть SRT Hellcat. Естественно, ставим вставочку с Eleanor. И отправляемся в тейк-дау. Фух. Так, ну я вижу много объектов. Я так понимаю, что чем дальше, тем они будут сложнее. Надо не забывать, что так же присутствуют и... Да, это на самом деле самое стрёмное. Когда ты понимаешь, что... Нет, рестарт это пока что есть, безусловно. Пока что они имеются. И надо было ехать туда, наверное. Ну ладно, в тоннель обязательно надо будет проехать. Так. Ага, пока так. Пока как получается, так и едем, как говорится. Так, вот здесь мы это сшибаем. Это вроде не проблемно. Ещё надо как-то успевать. Смотреть вообще, куда ведёт дорога. Так, можно было... А, нормально, нормально. Я думал, там мы что-то пропустили. Хорошо, прям по траектории. Можно было побольше дрифта. Ладненько. И так пойдёт. Здесь ускоряемся. Здесь прям... Давай, давай. Да как так-то, блядь? Ну как так-то, блядь? Не сбил. Сука, напряжённо всё. Давай, по возможности, розовые сбиваем. Потому что за них реально даётся больше награда. Как я понимаю. Так, здесь главное не зацепить ничего лишнего. Пам быстро. Нет, идеально. Идеально хорошо. Хорошо, все. Вообще заебись. Так, ну здесь, к сожалению, не схватил. Но я думаю, три круга, да, будет, как обычно. По-моему, там три круга. Вроде обычно три круга. Всё, это первый круг? Да. Плохо. Очень плохо. Всё, что можно было, хорош. Блядь, ещё минус 500. Это очень плохо. Ладно, я надеюсь, это, ну, как бы не сильно нам помешает. Бляха, муха. Слушай, всё равно напряжённо. А как по-другому-то? Конечно, напряжённо. А по-другому быть не может. Это тейк-овер, блядь. Который не хухры-мухры. Так, это сбили. Одно неверное движение и могло быть неприятно. Потому что там по бокам стояли всякие опасные штучки. Я пока не понимаю, на каком мы месте. Но надеюсь, что у нас всё складывается успешно. Хорошо. Смэш прошли. Слушай, ну, наверное, должно быть всё хорошо. Я вроде чётенько отрабатываю. Вроде бы. Вроде бы это ключевое слово. Прыгаем максимально. Пофиг тут. Хотя, как сказать, пофиг. Можно было правее или левее. Но чё, смогли. То сбили и опять дрифт. Отлично. Не, я думаю, хорошо. Я думаю, хорошо. 158. Бля, хотя, как сказать, слушай. У нас пока двадцатка, да, накоплена. А, да не, да будет, я думаю, да? По идее. Если я там совсем что-то куда-то не въебусь. Какое-то место, где меня штрафуют жёстко. То вроде как хватает. Всё-таки быстрая тачка решает. И, конечно, тут надо ещё думать, куда как поехать. Иначе можно на неприятности какие-то нарваться. Но, в целом, даже несмотря на то, что... Это, наверное, я всё-таки правильно сделал. Обезопасил себя от того. Там, потому что были эти самые опасные штучки. Так, ну, смеша не получится. Зато дрифтим. Ускоряемся. Здесь тоже немножко дрифта. Отлично. 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 Слушай, ну должно, должно быть, да? Да, да, да. Всё, у нас сто процентов. У нас сто процентов есть. У нас сто процентов есть. Всё, я посчитал. Бля. Бля, было бы очень хуёво, если бы мы какой-нибудь штрафной сейчас на... Всё, мы первые. Если там сейчас был где-нибудь сбоку штрафной этот самый на 10 тысяч, вот это было бы жёстко, типа, если не приземляешься туда, куда нужно. Не, ребят, ну это... Это хорошо. Это хорошо. Не сказать, что с большим отрывом, но... Фух. Конечно, я переживал. Чё, я не буду скрывать. Так, чё скажут? Ээээ, да ты сводишь, как будто чё-то спиздил. Мне нравится твой стиль. Да. Так, 178. Отлично. Ой-ой-ой-ой, как хорошо. Ой, ребята, машины выиграем. Бабки зарабатываем. Чё с этим всем делать, непонятно. Наконец-таки жизнь пошла в гору. Так, ну и чё? Я думаю, что это... Ну смотри, давай чекнем. Смотри, здесь 8 тысяч. Ну, вроде как и да. А вроде... На чём? На S тоже. Всё на S. Да чё-то как-то, если честно, даже и не так интересно. Чё? А! Ещё! Ещё тачка! На MX-5. Блядь. Ну подожди, финиш у нас будет, получается, где? В принципе, около фестиваля другого. Можно заехать машину сменить потом. В случае чего. Блядь, ну три машины, если я выиграю, это будет вообще нормально. Фокс-боди какой-то мустанг. Как бы меня не сгубила жадность. Ладно, была не была, друзья. Давайте сейчас. Давайте так. Если меня сейчас не ловят до этого... Ну, вот до этого самого. До этой встречи. Ну, как бы, не засекают копы. То мы участвуем. Если засекают, я мчу сразу дальше. Ну, просто как бы три машины, конечно, это пиздец охуенно выиграть. За одну ночь. А с другой стороны, риски тоже должны быть оправданными. И... С другой стороны, я не знаю. Это очень сложно. Так можно размышлять. Как повезет. Просто если на MX-5 я потом быстренько доеду, сменю машину, то меня в целом все устраивает. Там относительно близко все. Главное, чтобы они там сразу как-нибудь не нарисовались и все не испортили. Главное быстро доехать, сменить машину и ехать уже на оставшуюся фестиваль, оставшуюся гонку, где мы сможем заработать денежек. И все. Это будет, наверное, самая успешная ночь. Потому что уж три машины точно стоят бабок, я думаю. Три машины точно должны стоить прилично. Ребят, я рисковый парень. Ну, давай посмотрим, что там за Fox Body. Значит, мы выбираем Street Race. У нас там... А, подожди. Блядь, первая гонка еще для этого. Вот же, сколько взнос? Ну, блин, 12 тысяч, конечно, не так обидно с одной стороны. Давай, наверное, мы не будем, конечно, так рисковать. Мы сделаем 30, я думаю. И прижимную силу. Ой, блядь, все время путаю сначала вот это вот прижимная сила. Ну, она тут, по сути, только чуть рейтинг добавляет. Но я надеюсь, что вот так вот как-то все-таки. И была-не была, друзья. Стрит-рейс. Нам нужно доехать почти до другого этого. Поехали. Только лишь первый получит эту машину. Что это, блядь, за машина, непонятно. Джастика и старый добрый А-класс. Ну, посмотрим, что пузатик может. Вот что в дрифте мы его в прошлой серии протестировали. В принципе, дрифт сам по себе. Класся, конечно, дело такое. Как я проебался, как я проебался, блядь. У нас есть рестарт. Сейчас, давайте, если я буду понимать, что, например, там, условно... Старт-то, конечно, прям вряд ли, что я тут ебу. Да не, ну должен. Пузатик, давай. Ну ты же хорошенький, миленький, красивенький. Давай, давай. Что-то он прям очень зацеп... Он, в принципе, в 73-то процента дрифта был зацепистый. А тут он прям вообще стоит, блядь. Пока не понимаю вообще ничего. Пока просто еду, пацаны. Пока просто, пока просто еду. Блядь. Хуй ты тормозишь? Буст, блядь! Ты видишь, он меня тормозил просто. Он меня просто тормозил, блядь. Хуй ты тормозил, блядь, 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 блядь. Без нитро еду сам по себе. Ну что за... Я его догоняю хотя бы? Нихуя его не догоняю. Он отрывается. Ага. Вот остави идеи их, блядь, помоги мне лучше, коп. Хоть одно полезное действие когда-нибудь коп в мою сторону совершит, я не понимаю. Я не знаю, мне нужны повороты срочно, потому что на прямике прям сложно. Так, он начал реально торможать, по-моему, их. Так, драфтинг пошел. Хоть какой-то плюс. Хоть какой-то плюс. Пузатик, давай, пузатик, родной, блядь. Повезло, по-моему, по-моему, повезло. Блядь, я не знаю, как мне сейчас копов скидывать. Это пиздос, конечно. А, выиграл столько, что мустанг. Фокс-боди, блядь, какой-то. Блядь. Да, конечно, если сейчас со мной хвост будет... Так, а где этот дом-то находится? Я не знаю, но он не должен уже стоить 10 тысяч, блядь, этот мустанг. И что мне делать? Да ладно, блядь. Я думал, сейчас коп... Так, блядь, быстрей. На фестиваль. Пожалуйста, блядь. Ну, пожалуйста. Ну, пусть все будет хорошо. Даже съебаться некуда, блядь, коп едет. Тихо. Тихо. Тихо, 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 тихо. Все, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 пожалуйста. Все, все, все. Просто на цешку пересесть. Просто пересесть на цешку. Так, пока, друзья, все очень даже, очень даже, очень даже хорошо. Так, а что тут за ивенты? Так, сразу меняю, чтобы не забыть. Что тут за ивенты? Восемь тысяч Блядь, ну нет Да нахер надо, блядь Но это того не стоит, мне кажется По кольцу дрочивает на восемь тысяч Это уже реально, если бы сейчас прям речь шла о фарминге денег То да, вот это гораздо интереснее Спидрейс С-класса Сейчас с этим, блядь, Маклареном Вот мы сейчас нам устроим жаришку напоследок А потом посъебам, и все И очень профитная ночь, мне кажется, получилась Три машины, блядь, выиграл Три! И еще сейчас бабок заработаю Это охуенно Я не знаю, правда, что они стоят Наверное, конечно, вот этот Мустанг вообще нахер не нужен Но он хотя бы будет, знаете, мы хоть В Б-классе так и не покатались Но А, коллектор Бьерчем Вэллин Когда именно погоня идет, короче Я просто увидел прыжок, думал прыгнуть, но в основном Не засчитался бы А! Страшно! Страшно! Страшно, блядь! Я пытался Я пытался вырулить на двух колесах, блядь Короче, это самое, что хотел сказать Там прыжок был? Это надо именно, чтобы погоня была Не-не-не, нахер мне надо Эта погоня не нужна вообще Так, впереди коп, шериф, но шерифы, как говорится Тоже легкие на подъем Ага, а ты шо думал? В сказку попал, что ли? Так, тих-тих-тих, никакого спотинга Бля, как охуенно Как охуенно, когда меня не могут обнаружить, а? Не, это просто неотъемлемая часть Как бы, конечно, решает еще скорость машины В любом случае Но в том числе Так, там коп просто едет Я не знаю, как его лучше объехать Бля, вот сейчас на такой скорости Я его уже не захуярю Бля, два километра еще, пиздош Так, давай его сейчас вперед Отпустим, накопим тут что-нибудь Эта самая, энергии какой-то И уже протараним Потому что тут я, к сожалению, без помощи На скорости 140 таранить раптор Мне кажется, не самая классная идея Вот сейчас он уже подальше Ускоряемся Вертушка еще кружит Давай-давай-давай Главное, на самом деле, это не тормозить Но тут сейчас было логично тормозить Так А он куда-то вообще исчез, то есть Ну, вообще, пух А, не, едет-едет-едет-едет Так, вертушка Ну, че Лами ты, чок Ах, ты живучий какой, блядь, а Ах, ты какой живучий, бледушник, а Блядь, ладно Поиграть захотел, нахуй Я-то думал, все будет чистенько Нет, дрифт, конечно, это замечательно Но, ну, пожалуй, не сейчас Просто едем, куда глаза глядят Блядь Пожалуйста, Сэшка, нахуй Не подведи меня Не надо сейчас никуда врезаться Ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Так я вряд ли, конечно, скину кого-то Ну, блядь, так хотелось уже заехать Ну, блядь, надо было его очень сильнее Вот меня погубило-то, а Ай Хорошо, подстава получилась Спидран бочком Я не знаю, почему я сейчас поставил боком Ты видел, что было нормально, ее боком поставило Заправка вообще в тему, вообще в тему заправочка Похуй на этот, спидран Так, впереди перекрыта дорога У меня вариантов не было, друзья Так, по съебам Бля, вертушка, отъебись, пожалуйста Отъебись, вот сейчас по таймингу, отъебись, да! Отъебись, отъебись, отъебись! Все, ну тут прям надо так напрячься О, он уже тут Я не хочу пока смотреть, он из класса Нифига себе, там хелкэточ Так Лирик, мой любимый Между прочим, у меня тачка выше у него, чем у него по рейтингу Но он, сука, сложный У него максималка-то всяко быстрее Так Один рестарт запасен Если вдруг что Спидрейс То есть, очень большие скорости, ночь И никаких ошибок Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху Давай-давай-давай-давай-давай-давай-копи-копи-копи-копи Хорошо Бля, че-копы ебаные Повезло, блядь Дрифт такой, знаешь, на грани был Так, пока первый Даже удивительно, что сразу вырываемся Медуза сзади Медуза может на своем Мурселага Фух, друзья, это будет потненько Хотя гонка вроде не супер длинная, но Блядь, только один победитель Жестко, 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 жестко Жестко Догоняет, смотри, Медуза Ну, конечно, Мурселага-то, блядь, против Цэшки По максималке тут тоже сравнивать-то нечего Опасно Я думал, сейчас как пони... Ах ты, блядь, какая, а Слушай, ну она реально быстрая Так, поворот Мне вообще, что с ней делать-то? Дунот Сими, блядь, сейчас от Сосими Блядь Хуярит, блядь В натуре хуярит, блядь Блядь, драфтинг такой на пределе, я б сказал Такой на пределе Который придет потратить, иначе сейчас я ее упущу, реально Бля, она быстрее, реально, она быстрее, она быстрее Бля, уебись куда-нибудь, а? Ну куда-нибудь-то, уебись, ну по-братски По-сестрицки, я не знаю, как-нибудь Куда она полетела? Где она? Подожди, она где-то тут, блядь Так, стоп, она не взлетела в итоге, что ли? Подожди, она точно... Это не она Она вот туда полетела, и мне показалось, что... Ну точно, я что-то нет А, блядь! Ебать! Нихуя себе она в космос полетела, Медуза, ты чё, блядь? Так, ладно, это уже не мои проблемы Это она из космоса вещает? Ебать, она до сих пор летит! Что? На карте она до сих пор летит где-то Я, конечно, уже не вижу, но пиздец Там по карте она Она там осталась, все, пиздец Девчонка улетела, блядь Исследует другие земли Куда собрался, мне интересно, а? Куда собрался-то, блядь Пока, блядь Чини иди свой Макларен вонючий, блядь Да, нос чешется Не хочу рестартить, хочу с первого раза это выиграть Вот это я понимаю напряженочка Конечно, за такие бабки я бы тоже напрягся Блядь, нитро нихуя нет Отвечать них Блядь, он догоняет, блядь Сейчас повороты Сейчас повороты Повороты Хорошо, как залетел, как родной Эх, а муха, а? Да не, нормально, нормально Повороты, это хорошо, что не прямик в конце А то напрямике, да, они все-таки по максималочке Все, 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 друзья, это победа, походу Это, походу, победа Это, походу, победа Еще желтая нитро за что-то дали Не понял, за что Последний километр финишный прямой Неужели, блядь, сейчас главное просто у тебя Я не имею права такой прогресс проебать Три машины Бабок нормально Сколько там? 50 с чем-то, 60 тысяч Ну норм, как бы не сатен, конечно, но три машины Жесть, просто жесть Просто жесть, 37 тысяч Сколько всего там? 60 с чем-то, под 70, наверное, да? Сколько там было-то? 72 тысячи Так, где дом? Не близко Но вот этот деревенский мне больше нравится Какой-то он такой Тем более через тоннельчик, чтобы меня никто не видел Я, пожалуй, до него доеду Так, ребят Я все равно сейчас пока не хочу раньше времени что-то говорить Вы знаете, у меня всякое бывало Но если сейчас Мы добираемся до дома То это, наверное, самая успешная серия У нас просто все вообще меняется кардинально У нас очень много машин Так, там коп едет Я вот сейчас вот думаю Наверное, пожалуй Вот что я опять тормознул? Надо было, может... Ладно, уже тормознул, ты тормознул Вертушка там кружит Около дома моего Ну, естественно, блять Так, я пока подожду, пожалуй Вот он сейчас проезжает И я по таймингу к себе домой-то и заезжаю Ой, коп Заднее зеркало смотри почаще Ха-ха Давай-давай Опа Ой, как хорошо Ой Ой, какое успокоение сразу Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой 113 тысяч И три автомобиля, бля Ну, в смысле, даже нет Так я выиграл, получается, 73 автомобиля Ой, ой-ой-ой О-о 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 Еще и чарджер Это не челенджер Я даже сейчас не посмотрел Бля, это вообще охуенно В С-плюс его, если пихнуть Ебать Вот это да Что у нас там днем будет? Сразу чекаем Друзья, последний денек Остается перед квалификацией Да, награды Ну, есть, конечно, интересное что-то Спидрейс М-м-м-м Ну, ладно-ладно Есть-есть-есть Интересные события Есть интересные события Винкар, случайно, не наблюдается? Нигде? Слишком много, да, машин? Ну, как-то вот так прям получилось, я даже в шоке Не, все нормально, все нормально Так, без автомобилей Короче, что там мы выиграли-то? Так, значит, вот он Ух, ебать Ебать Тут даже, знаете ли, менять не хочется Ну, конечно, я поменяю Ребят, ну, это попахивает С плюсом Это попахивает Нашей тачкой в С плюс Конечно, посмотрим, но в целом-то Я вообще хотел чарджер попробовать Почему бы и нет Квадрофоглио, ну, такая, конечно С, да, она? А, нет, А плюс, она А плюс, и вот этот Хе-хе-хе, такой, конечно, блядь Ну что, а что не стоит-то? Ну-ка Buy and sell Получается 17500, не знаю, насколько Стоили риски того 37500, 37... Блядь, вообще, это лучшая серия Если даже в тупую их продавать Короче, ребят, решим В любом случае, наверное Ну, если вдруг я такое захочу Чё-то другое У нас вообще сейчас с бабками Всё отлично Мы можем спокойно То есть, смотри Барракуду или Мустанг Можем продать То есть, просто оставить тачку А, он А класса Э-ээ, я думал, бэ Тогда нет Тогда можно Мустанг продать Он нахер не нужен Можно даже это сразу сделать Он вообще не нужен Типа, вообще ни при каких обстоятельствах он не нужен Мустанг, мустанг, мустанг Вот, мы его продаем Прям, типа, нахер Это пусть будет просто, что, типа, вдруг там будет Гонка Б-класса на миллион долларов, блядь Я такой, опа, блядь, а у меня есть Такой автомобиль, на который я могу поучаствовать Значит, это у нас Ну, если вдруг какая-то жопа Произойдет под конец недели, давайте это будет как Страховка наша, типа, у нас есть тачка Которую просто надо будет, наверное, вложить Тысяч 50-70, я думаю Плюс-минус, и она будет С-плюс Если у нас все будет отлично С бабосом, мы просто продаем Там, ту же квадрофоглию, вот это все Вообще лишнее продаем И покупаем, просто с нуля строим С-плюс Это будет вообще в идеале, так, конечно, хотелось бы Даже больше, но пока рано загадывать Друзья, потому что так-то у нас вообще еще в конце Мы выиграем С-шку А, фу, блядь, С-шку, ГТР Вот Угу Это будет интересно, в общем, и там ставка 100 тысяч Надо не забывать, что 100 тысяч у меня должно быть А мне интересно, а если у меня не будет 100 тысяч? Тут я проебу как-нибудь Тут у меня просто к субботе не будет У меня заново начнется неделя? Или что? Ладно, друзья, в общем, сегодня прям очень хорошая серия Так что все мои переживания в начале серии были неоправданы Нас вообще в целом один раз поймали Угу То есть это так-то на фоне, например, этого И на фоне... Ну, кстати... Не, ну самый пиздец это вот тут, конечно Это просто дичь В целом, все не так плохо Так что, друзья, прогресс есть Огромное спасибо всем за просмотр Оценивайте видосик Подписывайтесь на канал SuperWay Не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать следующие серии Оставляйте ваши комментарии До новых встреч Всем удачи И всем пока-пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok